Применение электрических релейно-контактных схем и электронных устройств позволяет автоматизировать сложные технологические процессы. Но есть производства, где применять электроавтоматику нельзя. При переключении контактов может появляться искра, что недопустимо на пожаро- и взрывоопасных объектах. Кроме того, применение дорогих промышленных контроллеров, электронных регуляторов не всегда целесообразно. Если, к примеру, задача заключается в том, чтобы заставить двигаться несколько исполнительных механизмов по заданному закону, то для ее решения не нужно покупать дорогой микропроцессор. Достаточно установить систему пневмоавтоматики, где управление и движение будет осуществляться потоком сжатого воздуха. Пневматический сигнал распространяется в сотни раз медленнее электрического. Но и этой скорости достаточно для выполнения большинства операций в промышленности. Для реализации систем пневмоавтоматики используют элементы пневмологики. Это в первую очередь элементы И и ИЛИ. Рассмотрим их устройство и работу. Логический элемент И выдаст сигнал на выходе 3 только в том случае, если будут сигналы на входе 1 и на входе 2. В корпусе клапана выполнены два седла и установлен запорный элемент, на котором расположена шайба с уплотнениями. При подаче сжатого воздуха через канал 1 запорный элемент прижмется к седлу. Воздух на выход поступать не будет. При подаче сжатого воздуха в канал 2 запорный элемент прижмется к противоположному седлу. Путь в выходной канал будет перекрыт. А при наличии сигналов со стороны каналов 1 и 2 запорный элемент останется в центральном положении. В этом случае на выходе появится пневматический сигнал, поток сжатого воздуха. Элемент И обозначается на пневмосхемах следующим образом. Элемент ИЛИ подаст сигнал на выход 3 при наличии сигнала в линии 1 или в линии 2. В корпусе клапана ИЛИ также расположены два седла и запорный элемент. При подаче сжатого воздуха в канал 1 запорный элемент прижмется к седлу и не допустит попадания воздуха в канал 2. Путь на выход будет открыт. Аналогично клапан будет работать и при подаче потока в канал 2. Сжатый воздух будет поступать на выход 3, а путь в канал 1 будет перекрыт. Логический элемент ИЛИ обозначается на схеме следующим образом. Рассмотрим работу системы пневмоавтоматики, где будут использованы два пневмоцилиндра. Элементы И, распределители с пневматическим управлением, распределители с роликовым толкателем и ручным управлением. Для начала работы нужно нажать кнопку 1. Если штоки цилиндров 1 и 2 задвинуты, начнет выдвигаться шток первого цилиндра. Когда он нажмет на ролик распределителя, начнет выдвигаться шток второго цилиндра. По завершении этой операции шток первого цилиндра начнет втягиваться. Когда шток первого цилиндра будет втянут и шток второго цилиндра будет выдвинут, начнет задвигаться шток второго пневмоцилиндра. Схема возвращается в исходное состояние и цикл повторяется вновь. Для остановки нужно нажать кнопку. Используя элементы или, добавим возможность управления вручную с помощью дополнительных кнопок. Используя сжатый воздух, можно реализовать и более сложные вычислительные устройства. Например, с помощью элементов универсальной системы элементов промышленной пневмоавтоматики можно создать пропорциональные интегральные регуляторы. Если вам интересна эта тема, напишите об этом в комментариях, и мы постараемся сделать новое видео.